Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду и Шенбекова. Прямо из Китая и под бок к новорожденным беременную студентку, прибывшую из КНР, через Москву действительно поместили в 4-й роддом в Бишкека. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения. Однако там развеяли панику, что девушку госпитализировали туда без проведения всяких карантинных мероприятий. Выяснилось, что студентка на 28-й неделе беременности. Обучалась не в Ухане, а в городе Шиньян, провинции Ляонинг. Два дня назад она прилетела московским рейсом домой, после чего ее сразу доставили в инфекционку. Там провели все анализы на ОРВИ и коронавирус, и обследование не выявило никаких проблем со здоровьем девушки, за исключением ее жалоб на боли в животе. Медики приняли решение госпитализировать пациентку на седьмом месяце беременности в городской перинатальный центр, где ее разместили в специальной боксированной палате. Врачи говорят, что в данное время она чувствует себя хорошо. Отметим, за весь период вспышки коронавируса в КНР, карантинные мероприятия приняли в отношении 929 граждан. В данное время в этой обсервации находится 151 человек. Она к нам переправлена, учитывая угрозу преждевременных родов, она к нам переправлена в сопровождении машины скорой экстренной медицинской помощи. Женщина при поступлении, все стандарты, алгоритмы соблюдены, она к нам госпитализована через отдельный вход в изолятор, она находится отдельно. Все меры профилактики, и чтобы другим женщинам и сотрудникам заражения не было, все меры соблюдены. А вот мама двух малышей, родившая их три месяца назад, умерла накануне в роддоме Национального центра охраны материнства и детства. По факту смерти 19-летней девушки начато расследование. Как только в милицию сообщили, что в роддоме скончалась пациентка, следователи сразу приехали в больницу. После выяснения обстоятельств начали досудебное производство по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам». Кто именно и за какое действие или бездействие со стороны врачей может оказаться под следствием, пока не сообщается назначенная судебно-медицинская экспертиза. Двойное изнасилование ученицы в Оржской области расследуют милиционеры. Правоохранители задержали двоих мужчин, которые с разницей в три дня совершили надругательство над девятиклассницей. Арестованные уже дали признательные показания, рассказав, что вывезли девочку в поле близ села, жителями которого они все являются. В отношении каждого из них по отдельности начато досудебное производство по статье «Изнасилование». Работники районного отдела образования сообщили, что пострадавшая с 17 лет, по некоторым данным, она состоит на учете с проблемами ментального здоровья. Подслушивали ли сторонников осужденного Садыра Джапарова, будет выяснять милиция. Единомышленники заключенного политика заявили о том, что накануне вечером в одном из их офисов они обнаружили устройство, похожее на прослушивающее устройство. Кабинет находится в здании Ильбирс, практически в центре столицы. С письменным заявлением в правоохранительные органы обратился Давлетбек Джапаров. Он просил найти и принять меры в отношении неизвестных лиц, которые поставили жучки. Милиция обращение зарегистрировала и начала досудебное производство по статье «Нарушение неприкосновенности частной сок жизни». Инвестор ушел и теперь требует вернуть уже вложенное и оплаченное. К такому решению совместная кыргызско-китайская компания пришла после вчерашнего митинга в Адбаши. Об этом сообщили в СЭЗНарын. Договор об аренде 200 гектаров земли на 49 лет предприниматели расторгли и теперь требует вернуть около 43 миллионов сомов, выплаченных ими в виде компенсации за сельхозпотери. Напомним, накануне сотни местных жителей вышли с протестом против строительства Адбашинского индустриального торгово-логистического центра. Они выразили опасение, что период аренды почти в полвека угрожает потерями этих земель. Многомиллиардные доходы в бюджет и перспективы трудоустройства не пересилили страх потерять национальной территории. Хотя, согласно проекту, на объекте должно было появиться около 15 тысяч рабочих мест. По словам кыргызско-китайской СЭЗ Адбаши, уже шла работа по организации списка местных жителей для специального обучения. Однако такие негативные настроения населения вызывают большие риски и делают невозможным реализацию логистического центра, отметили представители инвестора. В начале декабря прошлого года в церемонии закладки капсулы под строительство центра принимал участие премьер-министр. Немногим погодя, среди жителей стала нарастать паника в связи с разговорами о том, что землю отдали китайской компании. По словам экономистов, из-за того, что чиновники не провели достаточную разъяснительную работу среди населения по проекту, возмущение быстро набирало обороты и в итоге вылилось в бунт. Теперь, кроме потерь в бюджет, Кыргызстан вновь понес репутационный ущерб перед потенциальными инвесторами. Руководить Баткенской областью назначен Алишер Абдрахманов. Такое распоряжение уже подписал премьер-министр Мухаммед Калай Аблагазиев. Абдрахманов заменил на этом посту Акрама Мадумарова, который теперь занимает пост вице-премьер-министра республики. По образованию новый губернатор-юрист. Значительную часть его послужного списка занимает служба в правоохранительных органах, в том числе в Баткенской области. Ранее он работал заместителем полномочного представителя в этой области. Теперь же стал ее руководителем. Еще один назначенец – Назербек Борубаев. Теперь он в правительстве будет заниматься решением приграничных вопросов. Порядок в столице – это внешний вид объектов. В мэрии решили, что всем торговым конструкциям облегченного типа следует придать единый облик. Эскиз фасадов, магазинчиков, ларьков и павильонов уже, как выяснилось, подготовила Бишке глава архитектуры. В мэрии говорят, что предприниматели согласны преобразить свои торговые точки и вывески в единый стиль, пока это коснется тех объектов, которые находятся в центральной части города. Пестрые, местами обшарпанные, разные по своей форме и размерам павильоны, говорят муниципалитети, сильно портят общее эстетическое восприятие столицы. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok